Пожалуйста. 16-15. Не, это круто. Вот то, что шведы в состоянии всё ещё подобное показывать, это характеризует их с лучшей стороны. Ну вот и снова первый фраг от Олафа и теперь можно в лёгкую давить Б-точку. Хотя, вот как в лёгкую. Как оказалось, не настолько, как хотелось бы. Никалов включается, но при этом Киашему закрывает. Олаф всё ещё здесь. Алексей Яли не справляется против Олафмейстера, который, кстати, на овертаймах исполняет роль мейнснайпера в команде. Да, уже трипл. Неужели тот самый Олаф будет убивать сейчас? Замечает Рейна в дыму, но не понимает, где он находится. Вот это лоу. Ой-ой-ой. И Рейн, ну вот, получил небольшой шанс. Тем не менее, всё-таки, выйдя из смока, он в любом случае наткнулся на прицел у Луфмейстера. Встал прямо под него, и Нико остаётся в классе ситуации 1-2 против снайперского девайса в руках у Луфмейстера. Сыграть шарта здесь будет очень сложно. Хотя, нравится ротация, и Нико, он действует очень проворно. Ну, если бы это был не Олафмейстер, да, можно было бы по нему и не попасть. Ну, это было бы по нему.